Здравствуйте, с вами канал Вкусной Огород, Барнаул. 22 апреля, солнечный денек, хотя прохладно на улице, вся рассада на лоджии. И сейчас буду сеять клематис Гелиос на рассаду. Клематис можно посеять и сразу в грунт, но поскольку остался еще рассадный грунт, имеются в наличии стаканчики, то решил вырастить его именно через рассаду. Выращивать клематис буду самым простейшим способом, безо всякой пикировки, безо всякой подготовки семян. Дело в том, что я и покупать-то его не хотел, просто не было у продавца симпатичной девушки с дачи, но решил ее поддержать и купил клематис. У меня есть клематис на участке белый, а желтого как раз не было, но думаю, возьму, пусть будет. И вот сейчас буду сеять клематис. Извлек семена из пакетика, вот такое количество оказалось. Семена какие-то разношерстные, есть и покрупнее, есть помельче, или это мусор тут, непонятно. Ну, что есть, то есть. Все семена буду высевать в один стаканчик, вот такой. Сколько получится всходов, потом посмотрим. Размножить клематис можно будет и позже, если он приживется на участке. Но белый растет, вот желтый. Посмотрим, как себя покажет. Все зависит, конечно, от качества семян. Наполняю стаканчик грунтом. Грунт использую свой, состоящий из трех компонентов. Здесь огородная земля, компост и песок в равных пропорциях. Вот как раз почти весь рассадный грунт и израсходован в этом сезоне. Больше рассады не будет. Грунта уже точно нет. После этого делаю в стаканчике бороздку. Глубина клематиса около одного сантиметра. Но у меня грунт тяжелый, поэтому, наверное, сделаю глубину поменьше. С пол сантиметрика. Я думаю, будет в самый раз. И в бороздку аккуратно размещаю семена клематиса. Что-то они мне не очень нравятся. Действительно, какие-то они очень разные. Или это мусор здесь. Ну, посмотрим, что получится. Бороздку заравниваю. Если хотя бы один-два ростка появятся, это меня уже вполне устроит. Приживется клематис в грунте, а там уже дело будет обстоять гораздо проще. И в конце поливаю, посев клематиса теплой отстойной водой. И чтобы влажность грунта в стаканчике была постоянной, размещаю клематис в полиэтиленовый пакет. И ставлю в укромное местечко. Теперь остается только ожидать всходов. И надеяться на то, что клематис будет расти хорошо. Многие цветы многолетники уже взошли и стоят на лоджии. Вон они. Так что и вот эти, которые в пакетиках, я надеюсь, тоже не подведут. И клематис в том числе. В конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать цветы. Многолетники большого ухода не требуют. Раз, посадил. И можно любоваться много лет. Желаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.